Всем привет, с вами Дмитрий Лусенко и проект Ferrum.com Как вы уже прочитали из названия видео и как вы наверняка видите на этой белой коробочке Сегодня мы смотрим на комплектацию LG G4 Сразу скажу, что на тест нам устройство предоставил магазин Manzano UA Ссылка на товар будет ждать вас в описании этого видео Многих наверняка мучает вопрос Зачем мы делаем видео по распаковке устройства, которое многие наши коллеги уже успели оттестить И выпустить на него обзоры Ответ достаточно прост Во-первых, очень многие из наших коллег не рассказывают о комплектации в целом Считают, что это неинтересно и не важно, хотя это не совсем так А во-вторых, в этой коробке есть одна штучка, которая, я думаю, многим будет интересна не менее самого смартфона Так как это на самом-то деле самостоятельный продукт, который LG также представили Ну, во всяком случае в Киеве о ней рассказывали на презентации самого G4 Ну, давайте не будем тянуть резину Смотрим, что у нас внутри Коробка открывается подобно айфонам Очень плавно и красиво Внутри нас ждет сам смартфон В данном случае в цвете браун Браун? Браун Лезер браун На минуту его отложим в сторону Давайте посмотрим, что у нас здесь еще Здесь бумажки Бумажки в конверте, как видите, они заклеены Я не думаю, что есть смысл смотреть внутрь Аккумулятор Аккумулятор у нас на 3000 мАч Давайте сразу вставим его в смартфон Все, включение пошло Смотрим дальше, что у нас внутри Также у нас здесь адаптер питания на... Сколько? На 1,8 Ампера Учитывая то, что батарейка у нас на 3000 мАч Но я думаю, меньше, чем за 2 часа Вот этот вот огромный адаптер Сможет зарядить батарею на 100% И USB-Micro-USB кабель На концах, как мы видим, присутствуют такие точечки Видимо, производитель сделал это для того, чтобы коннекторы было проще выдергивать Из зарядника, компьютера и из самого телефона Ну, это мое предположение Так как эти наконечники, они из глянцевого пластика Видимо, раньше были скользкими, было неудобно И, собственно говоря, вот то, о чем я говорил вначале Это гарнитура Quadbit 3 Дело в том, что Quadbit это одни из, наверное, тех наушников Ну, которые поставляются с устройствами LG Они же продаются и в разных интернет-магазинах И в монобрендовых магазинах компании Они гораздо лучше того, что со своими смартфонами В частности, поставляет Samsung Хотя он тоже очень часто рассказывает, что вот наши наушники прям супер На самом-то деле, они не так хороши, как хотелось бы А Quadbit это действительно очень качественные гарнитуры Первые были хороши Вторые были еще на голову лучше Они были просто вау И третьи, я думаю, тоже Мне, в частности, будет очень интересно их послушать И вам рассказать о том, насколько они хороши Насколько они хорошо звучат А сейчас давайте просто посмотрим, как они выглядят Так, в коробке у нас находятся сами наушники И, к сожалению, только одна пара амбушюр Но я думаю, что большинству людей этого должно, в принципе, хватить Наушники внешне мне чем-то напоминают Xiaomi Piston 3 Потому что у них вот эти вот тонкие кабеля Которые идут непосредственно к самим чашам Они в силиконовой оплетке А толстый кабель, который отходит от самого смартфона Он в нейлоновой оплетке тряпичной Как вы видите, она тканевая Это защищает кабель от... Во-первых, он не перегибается сильно Он не путается, как вы видите Он не сгибается Ну, внутри просто точно такая же силиконовая оплетка А сверху еще и дополнительная нейлоновая И выглядит круто И должно очень хорошо и долго служить Также тут у нас пультик На пультике три кнопки Громче, тише Плей, пауза И прием звонка Ну и микрофон, естественно, на нем же есть Наушники выглядят необычно во всяком случае Красный и черный Это достаточно типичные цвета Мы их видели у тех же Beats Они сейчас многими используются В частности, производителями наушников Но, тем не менее, реализация сама весьма прикольная Мне во всяком случае дизайн нравится Сами чаши по ощущениям пластиковые А вот эти вот концы, на которых видно Не концы, заглушки, правильнее сказать На которых логотип LG На них также есть концентрические Такие классные насечки, которые переливаются Вот они чуть-чуть прохладные Наверное, либо алюминиевые, либо магниевые, скорее всего Амбушюры, точнее звуководы Или как они там правильно называются В общем, вот эти вот конуса, которые отводят звук от драйверов Они не симметричные, как видите Смотрят, так скажем, в сторону Это должно решить проблему того Что сам корпус у наушников относительно большой Например, у пистонов первого поколения Корпус тоже был огромным Он был, по-моему, даже больше, чем вот этот Но так как там звуковод был прямой Корпус просто застревал в ухе И не давал нормально амбушюрам фиксироваться в уушном канале Из-за этого наушники у многих вываливались Ну, в общем, были некоторые проблемы Здесь это должно быть исключено Так как наушники имеют эргономичную форму И вот эта вот часть, которая упиралась Она уведена, как вы видите, в сторону Но по качеству, я думаю, я их послушаю уже более детально При подготовке обзора И обязательно хотя бы несколько слов По поводу этих наушников скажу Вот, давайте вернемся Ау Вернемся к нашему смартфону Он уже включился Быстренько пролистаем Давайте поставим яркость на максимум Чтобы вам точно было хорошо все видно Сейчас вот первая загрузка всех страниц прошла Теперь уже Да, после первой загрузки Как мы видим, уже все листается очень шустро На порядок шустрее, чем это было на презентации На которой мы были Там телефоны так подергивались Солидно Наверное, это из-за того, что, во-первых, сэмплы Во-вторых, на них еще какой-то там софт посторонний Был установлен специальный Который там слайды крутил Ролики Пресс-релизные Связанные с самим смартфоном Там, типа, как кожу вырезают и так далее Ну, в общем, это не столь важно Вот Коммерческий образец, как мы видим Листается все очень быстро Яркость дисплея достаточно высока Сейчас на меня с расстояния Ну, порядка 30 см светит софтбокс В котором 4 огромные люминесцентные лампы И даже белая коробка, которую вы видите Она, ну, как бы, очень сильно отсвечивает Несмотря на это, экран видно просто замечательно Он не слепнет на таком ярком свету Забыл сказать Во время распаковки на экран Сверху наклеена с завода Защитная пленка На моей памяти LG Это одни из немногих производителей Ну, первого эшелона Не будем говорить про китайцев Которые поголовно пленки клеят Из A-брэнда в LG Один из немногих Кто клеит защитные Именно защитные, а не транспортировочные пленки На свои смартфоны Еще, по-моему, Sony когда-то делали И, по-моему, они и сейчас пленки Начали опять клеить У них Z2 уже был без пленок Или Z3, по-моему, уже был с Dragon Trail И без пленок А вот Z3 Plus Он уже с пленками опять С пленкой на лицевой панели И как бы LG тоже есть Как мы видели на презентации Стекло здесь с олеофобным покрытием Но пленка без олеофобного покрытия Поэтому, если что, извините Более подробно о смартфоне Наверное, мы уже поговорим в самом обзоре Который в обозримом будущем Будет у нас на канале Если у вас есть какие-то вопросы По этому устройству Обязательно их пишите в комментариях К этому видео Мы постараемся на них ответить Ссылку на покупку товара Именно в той комплектации Который вы увидели Мы обязательно разместим В описании этого ролика В принципе, на этом у нас все Не забывайте ставить лайки Подписываться на канал Всем спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok